Микс Ньюс Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Сегодня пятница, 13-е, и это программа «Личное утро» на Радио Болтком. «Личное утро» у нас сегодня с историком Игорем Гусевым, а ведут его Ольга Авдевич, я Рита Трошкина, и наш звукорежиссер в студии Евгений Копеин. Итак, Игорь Гусев с хорошей новостью. Должны быть и хорошие новости сегодня в первый день. Да, не только плохие. Да, в первый день объявленного чрезвычайного положения. Историк Игорь Гусев пришел к нам в студию с подарком. Новая книга. Книга «История Риги». Роскошно изданная, с огромным количеством фотографий, исторических гравюр. Кто смотрит сейчас видеотрансляцию, тут видит. Действительно, очень красивое издание, и там вложена карта. Даже карта есть, да, средневековая Рига, пожалуйста. Средневековая Рига. Такая небольшая, да? Ну, удобная. Очень подходит для того, чтобы изучать историю нашего замечательного города. Мы обязательно вернемся к книге. Но первый вопрос, Игорь, у нас такой. С чего обычно начинается ваше личное утро? Есть какой-то особый ритуал? Что нужно сделать или подумать, чтобы день хорошо сложился? Ну, как ритуал для меня это, конечно, я ухожу за своими любимыми женщинами. Это моя жена и дочка. Я готовлю завтрак. Прекрасный ритуал. Я преподношу, отправляю одну в школу, вторую в школу, потому что супруга моя работает в школе. Поэтому вот выгнав своих любимых девушек на работу и на учебу, я уже потихонечку добираюсь до компьютера и начинаю потихоньку укропать вечное, разумное, ценное. Как правило, у меня в работе постоянно какие-то статьи или какие-то новые книги, поэтому мне есть чем заниматься. А раз ваша семья так плотно связана со школой, супруга-учительница, дочка-старшеклассница, как сегодня вы отреагировали на введение этого чрезвычайного карантина? Конечно, это огорчительная новость, потому что прежде всего она сбивает с ритма налаженного, она накладывает определенные сложности, это удлиняет, как нам уже пообещали всемилостивейшие, что учебный год продлится, и неизвестно, когда теперь с экзаменами вся эта бодяга завершится. Это, конечно, хлопоты, и это немножко напрягает. Ну, а в целом, я человек оптимистично настроенный, я все-таки думаю, что этот пресловутый коронавирус совсем не бубонная чума, которая действительно являлась страшной проблемой средневекового человечества. Да, вы как автор книги о средневековой риге можете говорить компетентно. Да, мы тут как раз давяще смотрели сериал про Медичи, там серия, посвященная эпидемии чумы, там мрак, жуть, и тут этот коронавирус, мы сидим так, аааа. Да нет, ну вроде не так все страшно, все-таки там пока еще, как говорится, трупы горами не лежат на наших улицах, и все-таки, я думаю, этого не случится. Я убежден, что вся эта шумиха с коронавирусом, это, конечно, ситуация сложная, но не критическая, и, упаси бог, не смертельная. Как-нибудь проживем, и главное сохранять присутствие духа и оптимизма. Ну вот да, и мы перед эфиром говорили с Игорем о том, как важно сохранять это присутствие духа в себе и настрой какой-то. Безусловно, безусловно. Дело в том, что болезнь, как правило, затрагивает людей удрученных, людей, которые стрессами всякими обременены. Не случайно очень много людей болеют в момент революции, потрясений, каких-то перемен, реформ, так сказать, и так далее. Поэтому у нас есть специально обученные люди, которые занимаются созданием постоянно стрессов для населения, но не будем уж им помогать, они и сами с этим справляются. Поэтому давайте все-таки мы на своем, так сказать, бытовом уровне будем сохранять больше бодрости, духа и оптимизма. И вернемся. Замечательные слова, да. Я просто хочу, можно добавить, что мы, как раньше очень популярная поговорка была, человек есть то, что он ест. А сейчас бы можно сказать, человек есть то, что он озвучивает, что он транслирует, Эдмир, да. А мне еще нравится, что человек есть то, что он гуглит. О, да. Да. Ты счастлив. О, да, это точно. История поиска по гуглу. Тот запрос, который ты посылаешь, то ты, в общем-то, и получаешь, и представляешь из себя. Кстати, Игорь, а что вы гуглите? Ну, это зависит от ситуации. Прежде всего, я довольно часто гуглю то, что меня интересует по моим историческим приоритетам. Да, вот сейчас Московский Форштадт, я интересуюсь Форштадтом или тем, кто связан с историей Риги. Бывает под настроение, вот я посмотрел фильм про Медича, я, так сказать, весь вечер сидел, гуглил, там, уточнял информацию про всех этих представителей этой замечательной семьи и так далее. То есть, я человек, увлекающийся, и гуглю то, что мне в данный момент интересно. Вот давайте теперь вернемся к началу, к вашей книге «История Риги». Расскажите, пожалуйста. Ну, прежде всего, я очень горжусь этой книгой, потому что эта книга сама по себе, она уникальная. Ну, это переиздание книги, которое было несколько лет назад, но та книга была, значит, сделана в мягкой обложке, достаточно экономичной. Она у меня есть, Тома. Да, да, это был экономический формат, но я сейчас понял очень простую вещь, что по мере того, что люди читают гораздо меньше, чем раньше, надо как-то повышать уважение к книге. И, к сожалению, практика показала, в настоящее время люди все-таки встречают по обложке, и по одежке, и по обложке. И когда это как женщина, которая красиво одета и пахнет дорогими духами, к ней и почтение больше. То же самое, как вот и книга, если она издана красиво и дорого, к ней сразу элемент доверия пробуждается. Как-то я смотрю людей, как-то смотрят на нее с таким почтением, даже еще ее не открывая. Глядишь, они ее и прочтут, это уже приятно. Ну, а по содержанию эта книга уникальна тем, что фактически, ну, я вот похвастаюсь, конечно, да, сам себя не похвалишь. Фактически за последние 800 лет это первая книга по истории Риги, написанная на русском языке. Вот будете смеяться, но у нас за все годы существования Риги на русском языке книг по истории Риги не было. Были по истории Риги на латышском, на немецком. На русском издавались книги краеведческие. Ну, например, там, о чем рассказывают дома и улицы Риги, очень знаменитая книга. Или Рига под Ригой, какие-то очерки, сборники статей. А вот такой книги, чтобы вот последовательно, вот от А до Я, от основания до, скажем так, нашего времени, такой книги на русском не было. Вот удивительная ситуация. Почему-то вот никто этим и занялся. И я очень горжусь, что вот в рамках проекта Клио мы такую книгу сделали. Она ведет от основания, от ранних годов существования нашего города до начала 20 века. У нас звоночек есть, послушаем. Ну, если можно. Наушники тогда возьмите, пожалуйста. Алло. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Александр. Да. Вот вы знаете, я читаю ваши книги, да, интересно, вы пишете, вот, Рига под Ригой. Вот Рига практически стоит на кладбище. Хотелось бы, чтобы вы немножко про это рассказали. Это довольно, так сказать, интересная история. Меня всегда изумляло, как людей интересуют кладбище, так сказать, тюрьмы, там, привидения, призраки. Вот как-то тянет наших людей, к сожалению, к таким мрачным темам. Я бы все-таки предпочел более легкомысленную тему. Действительно, любой древний город, это фактически он стоит на костях. Это очевидный факт, потому что когда-то строили города, там были церкви, а в древности хоронили людей непосредственно в церквях и возле церквей. Это все изменилось лишь в XVIII веке, когда, по указу Екатерины II, запретили хоронить в городах возле церквей, возле храмов. Так что говорить о том, что Рига стоит на костях, ну, есть такой элемент. Тем более, я сам видел, как делали в 1996 году. Брусчатку меняли в конвент-эсет, и там мне показывали, ребята-мостовщики действительно находили много костей, статки старых кладбищ. Ну, что тут можно сказать? Ну, это грустно, это все-таки печально, все, что связано со смертью, навевает легкую печаль всегда, помни о мертвых. Но, с другой стороны, лично для меня кладбища интересны больше тем, что это хороший повод поговорить о замечательных людях, которые там покоятся. Вот, например, я очень люблю всегда рассказывать об истории Покровского кладбища, древнейшее, сохранившееся у нас православное кладбище, на котором захоронены очень многие достойнейшие люди, которые составляют цвет и славу не только латвийской культуры, но и как бы культуры общечеловеческой и мировой. И даже вот связь с русской литературой… А давайте перечислим. Ой, ну сейчас навскидку, там художник Виноградов, например, наш замечательный, или подвижник Иоанн Помер, или вот связь с русской литературой. Первая жена известного советского и русского писателя Алексея Толстого покоится на кладбище. Замечательные артисты, замечательные герои. Ну, просто, знаете, даже не хотелось бы перечислять фамилии без рассказа об этих людях. Ну, если кто-то интересуется и мистикой, и литературой, там есть захоронение известного эзотерика и там немножко, скажем так, предсказателя Финка. Пожалуйста, целую можно легенду рассказать. Или, например, там есть захоронение отца знаменитой Маргариты, да, женщины-прототипа вот романа «Мастера» и «Маргариты», и Елены Сергеевны Нюрнберг, да. То есть, это целый пласт информации. То есть, вот именно рассказ о людях, которые были когда-то, которые когда-то ходили по этой земле. Вот что для меня, прежде всего, интересно. Ну, то есть, связь времен. Связь времен. И, как было сказано одним из выдающихся людей России, князем Лобановым Ростовским, днями, наблюдая мерзавцев и подлецов, я нахожу вдохновение в светлых образах моих и наших предков, которые отделены могильными плитами от злословия и мерзости современной жизни. Да, то есть, вот действительно, очень часто замечательные люди прошлого дают нам силы, и мы у них черпаем эти силы, чтобы противостоять, ну, может быть, несправедливости, гнусности нашего печального времени. Игорь Гусев сейчас нас так зарядит на позитив и философское, и очень правильное отношение к жизни и ко всему происходящему. Ну, попробую, попробую. Игорь, а у вас есть вот своя какая-то любимая, самая эффектная легенда из истории средневековой Риги? Ну, легенд много. Вообще, по поводу легенд, я хотел бы сразу сказать, меня часто спрашивают, где достоверность, где легенд. Начнем с того, что вообще легенда, она потому и называется легендой, что там есть элемент выдумки, сказки. Одна моя замечательная ученица, я когда-то преподавал в Рижской школе туристического бизнеса, и вот немалое число рижских гидов, экскурсоводов, это мои бывшие ученики. И вот одна замечательная девушка как-то мне встретилась, говорит, Игорь Николаевич, вы там такие замечательные легенды рассказывали, такие истории. Я вот сейчас еще в Прагу съездила, там тоже замечательные легенды, я теперь их тоже рассказываю, вот, как рижские. Я говорю, ну, прекрасно. Я далек от того, чтобы переносить пражские легенды на рижскую почву, боже упаси, Но, по крайней мере, есть вещи, которые очень трудно проверить или достоверно убедиться в их правоте. Да стоит ли? Нужно ли это? Есть исторический факт, подтвержденный источником, а есть легенда, которая создана самой жизнью или какими-то романтически настроенными людьми. Поэтому я всегда эти легенды вспоминаю, и, может быть, моя, ну, любимая легенда, она, может быть, не очень известна, не очень популярна, но она светлая легенда. Например, на улице Алкшной есть камень, мне этот камень когда-то показывали мостовщики, когда я снимал передачу про людей, мастящих камнем улицы. И вот на этом камне есть уникальная прожилка в виде двойки, она не нарисована, не выбита, она просто как вот прожилка в камне, в гранитном камне, но эта двойка, она очень такая четко видимая. И вот есть такая легенда, такое предание, что этот камень с двойкой на этой Ольховой улице, надо стать возлюбленной паре, обнявшись, чтобы кончики туфель совмещались на этой двоечке, обняться, соединиться в поцелуи и загадать желание, которое непременно сбудется. И вот эта легенда, ну что это, правда, что я сейчас буду вычислять, у кого сбылось, у кого нет, правда. Очень просто самому надо было проверить. Ну как, у меня мои желания сбываются, потому что я в своих желаниях умерен и, скажем так, прагматичен и рациональен. Не, ну конечно, я могу загадать, чтобы коммунизм во всем мире победил, прежде всего, но если не во всем, то хотя бы в Америке. Пускай коммунизм победит в США. Или мир во всем мире. Или мир во всем мире. Нет, ну коммунизм в США, это будет интереснее, да, посмотреть, как у них там будет жизнь строиться. Но это шутки, конечно. И камень исполнит желание. Не, не, ну если бы был такой камень, который исполнял желание, я бы, наверное, бизнес сделал на таком камне. Ну, Игорь, ну, наверное, уже сказали, что нужно возлюбленной паре встать возле камня. Значит, соответственно, и загадывайте. Ну вот сейчас у вас жена будет на школьном карантине, много свободного времени. Берете ее за руку, ведете на камень. Ну, непременно. И загадываете желание, чтобы скорее сняли чрезвычайное положение. По крайней мере, у нас есть чем заняться будет на этом карантине, да, Оля. Вот я скажу, Ольга велела, я вынужден, так сказать, повиноваться. Ну, про то, чем заняться во время карантина, мы еще в следующей части чуть-чуть подробнее поговорим, да. Сейчас просто хотим проанонсировать, я не знаю, насчет встречи с презентацией книги. Ну, 21 марта у нас запланирована у Игоря в Полярисе презентация вот этой замечательной книги, да. Ну, будем надеяться, что все-таки оно состоится. Да, в следующую субботу в 18 часов в книжном кафе магазина «Полярис» в Доминии будет презентация моей книги. Насколько я знаю, у нас под запретом мероприятий, в которых участвует не менее 200. Более 200, да. Ну, уж при всем желании, вряд ли ко мне придут 200 человек, да. Вот, так не бывает все-таки. Нет, ну, эта площадка уютная, компактная. Она уютная, она прелестная, но уж там 200 человек, я туда не жду. Ну, давайте так, будем следить за информацией, запоминаем это, да. Но мы планируем и приглашаем вас 21 числа. Хотелось бы встретиться, потому что, конечно же, я очень люблю эту площадку, обожаю магазин «Полярис», и всегда туда приходят люди, как правило, я бы сказал, содружественные. Там редко бывают провокаторы. Поэтому я бы хотел эту площадку нам всех встретиться. Сейчас несколько минут перерыв на рекламу. Мы скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем личное утро с историком Игорем Гусевым. В первой части до перерыва мы говорили о новой книге Игоря, которую он принес с собой. Сейчас еще раз покажет «История Риги». Очень красивое издание, просто хочется в руках подержать. И о любимой легенде, об одной из любимых легенд по поводу Риги, которых Игорь знает очень много. А немножко еще про книгу. Можно поподробнее? Да, конечно. Что там внутри? Мы раскрываем? Ну, в этой книге, прежде всего, заложена богатая информация, связанная с ранними годами существования нашего города. Как правило, вот эти первые годы, они вскользь упоминаются. Ну, там прибыл епископ Альберт и прочее, прочее. Тут же я пытаюсь рассказывать довольно редкую, так сказать, тему рассказать, о редкой информации, которая как раз говорит о том, как Рига непосредственно создавалась. И очень интересная версия, ну, объяснение, почему все-таки петушки на шпилях рижских церквей. Потому что на этот вопрос достоверно мало, где вы что-то найдете. А можно приоткрыть? Ну, в двух словах, конечно же, трудно это объяснить, потому что тут надо большой пласт информации. Как правило, у нас о петушках говорят, ну, вот, символ лютеранства. Ребята, петушки появились задолго до 1517 года, до начала лютеранства. Ну, не мог символ явления появиться раньше, чем само явление. Ну, это абсурд. Вот. Или там, ну, это вот тайная вечеря, там, Иисус сказал, прежде чем пропоет петух, от меня отрекутся. Ну, правда, да, да, ну, простите, петушки, они как бы очень локально сосредоточены. Северная Германия, Франция, Латвия, Эстония. В Литве петушков вы не найдете, в Польше нет. Что, получается, поляки и литовцы меньше уважают Евангелие. Вот, кстати, почему? Вот, ну, я убежденный сторонник, и это подтверждается историческими источниками, что в корне уважения к петушкам лежит славянская традиция. А славяне, в свою очередь, переняли уважение к петушкам через кельтов. Кельты имели отношение к петухам, они их, соответственно, поклонялись. Сакральная была птица, не случайно их римляне называли галой, гал-петух. И, собственно говоря, уважение к петухам, как к сакральной птице, им приносили жертвы. Петух изгонял силы тьмы, вот утром петух поет, и, значит, силы тьмы должны покинуть землю. Соответственно, приносили им жертвы, изображение было на святилищах и так далее. И вот балтийские славяне, которые как раз вступали в тесный контакт с кельтами, и потом в процессе их христианизации, изображение петухов часто помещалось рядом с христианской символикой. Ну, как дань преемственности. И, соответственно, эти петушки стали помещаться на церквях, на шпилях, и со временем стали таким атрибутом христианской церкви. И это все было занесено сюда. То есть это довольно долгий вопрос, долгая тема, и я об этом стараюсь довольно обоснованно говорить. Ну, кто-то с этим не согласится. Славянский след на территории Латвии многим как кол, понимаете, в сердце, да, это стараются у нас не замечать. То же самое, как стараются забывать о том, что уже в XIII веке в Риге существовал русский квартал и русская улица, нынешняя Алдору. Я не устаю об этом напоминать, потому что это интереснейший факт, о котором сегодня люди многие и не догадываются. Поэтому есть целый ряд вещей, которые у нас традиционно не вспоминают, а я об этом напоминаю, потому что считаю, что история должна иметь, ну, так сказать, всеобъемлющий характер. И стараюсь не избегать неудобных… Белые пятна. Белые пятна истории. Я их стараюсь стирать. Как там было? Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Александр Сергеевич, наше всё. Ну, естественно, да. Уважение к Пушкину, наше всё. Да. Игорь, вы автор блестящих экскурсий по Риге. Просто славятся ваши экскурсии. Где, когда это всё происходит? Как стать соучастником такой экскурсии? И следующий вопрос потом задам. Ну, прежде всего, я действительно много чего знаю по Риге. Я написал больше десятка книг и несколько лет преподавал будущих гидов, обучал. Так что многие, повторяю, рижские гиды, они просто обучались по моим книгам. И мне есть, что сказать и рассказать. Ну, а сам я вообще человек, ведущий довольно уединённый образ жизни. Сижу, как хомяк в своей норе, печатаю, пишу новые какие-то книжки, какие-то статьи, какие-то материалы. Но так получилось, что меня просто друзья из норы вытащили за уши и пинками выгнали на улицы города. Я иногда провожу экскурсии для интересующихся людей. И связаться со мной можно по телефону, чтобы выяснить, где и когда мы встречаемся. Мой телефон есть фактически во всех книгах моих, я не скрываюсь. 2-9-6-0-7-0-4-3. Или же вы можете на Фейсбуке со мной связаться. Сегодня это основная информационная площадка. Наберите Игорь Гусев или прогулки с Игорем Гусевым. Выйдите на мою страничку, и там вы получите исчерпывающую информацию. Я готов всегда к контактам, к общению. Я очень общительный человек в душе. А какие сюжеты на людей производят самое яркое впечатление? Ну, начнём с того, что люди у нас, как правило, ленивы и нелюбопытны в массе своей. Что-то изменилось по сравнению с прошлыми веками? Да, очень многое меняется, по крайней мере, я вижу в последние годы, реально меняется интерес людей. Если раньше, допустим, покупатели моих книг, мои читатели, это были, как правило, женщины старшего возраста, пенсионного или предпенсионного, то сейчас я стал замечать, что мои книги читают, ну, по крайней мере, покупают уже люди помоложе, и даже молодые мужчины, что меня совершенно потрясает, потому что, как правило, раньше их палкой было не загнать. А кто же стал ленивее и нелюбопытны? Нет, ну, скажем так, в целом, безусловно, люди у нас остались в массе своей ленивы, это я могу гарантированно утверждать. Например, вот у нас русскоязычные публики немерено, но вот у меня ещё 10 лет назад вышла книга «История латвийских русских». Она, в принципе, очень мало имеет популярности. Мне всегда казалось, что людям должно быть интересно, как их предки жили здесь, в Латвии, в Риге, что связывает нас с этой землёй, нас, я имею в виду, русских, живущих в Латвии. Нет, это людей мало интересует. Как один молодой человек мне сказал, я должен знать официальную версию истории латвийскую, потому что я сдаю экзамены. Вот ему надо сдать историю не то, что было, а то, что официально ему навязываются. И это, конечно, печально, потому что человек, в принципе, конформист. Он хочет искать точки соприкосновения с официальными властями и не хочет знать то, что ближе к правде. Поэтому таких людей очень много, но, повторяю, у меня мои книги ведь в массе своей не только продаются. Кто не может их купить, не может себе позволить, пожалуйста, половина моих книг выложена в интернете для бесплатного скачивания. Пожалуйста, скачивайте. Какая всё-таки тема самая интересная? Ну, самая интересная, конечно, больше всего людей интересует краеведение. История Риги – это вне конкуренции, потому что люди устали от политики, люди устали от этих всех бесконечной нервотрёвки, связанной с национальными вопросами. Люди хотят просто наслаждаться историей внеполитичной краеведения, историей греческих домов, улиц, храмов, кладбищ, то, что кого-то интересует. Вот это, конечно, вне конкуренции. Всякая политика, всякий вопрос, связанный с чем-то политическим, вызывает отторжение. Например, вот у меня была книжка, издана «Мой подарок столетию независимости Латвии», о том, как создавалось латвийское государство, о том, что было здесь в 19-м году. Она продаётся, но она совсем не стала хитом. Вот неинтересна людям история рождения своего государства. Неинтересна. Ну, вот людям что интересно? Нас просили задать вопрос про дом с привидениями. Можно такой частый лакомат? На самом деле там есть привидения? Нет, но видите, в чём дело. Или это легенда? Нет, но дело в том, очевидно, это дом на улице Калию, 45, если я не ошибаюсь, да, с цифрами. Дело в том, что вот ваш вопрос непосредственно, Семяна, с моим тезисом. Да, именно поэтому он задан. Ленивый и нелюбопытный. Вот у меня есть книжка «История Риги в вопросах и ответах», где целая глава посвящена этому дому. Вот, казалось бы, возьми эту книжку, открой на соответствующей странице и прочитай. Так мы именно поэтому и проводим сегодня встречу, личное утро с Игорем Гусем, чтобы напомнить. Жёлтенькая книга с красивой девочкой Дианой в латышском национальном костюме на обложке. Да, и там как раз глава посвященная вот этому дому с привидением. Действительно, этот старинный дом, который известен ещё с начала 20 века. В своё время известный рижский краевед Шалфеев писал про этот дом, что действительно в этом доме находили человеческие останки, что там по ночам звучали какие-то звуки, тени бродили по этому дому, и жильцы этого дома боялись в нём проживать. Всё это есть, всё это так. Сам я этого лично не видел, поэтому утверждать достоверно не могу. Шалфеев давным-давно ушёл из жизни, поэтому что в его рассказе было легендой, выдумкой, мистификацией, а что было правдой, тоже я утверждать не могу. Но, повторяю, есть такая интересная история. Вообще, практика показала, что очень многое, что пишут, особенно в наше время, сейчас, оно мало достоверно. И я, к сожалению, вынужден заявить, что очень часто даже уважаемые люди, уважаемые авторитетные писатели, историки, порой позволяют себе очень недостоверную информацию делать. Я в связи с этим не хочу хвастаться, но я хочу сказать. То, что пишу я, по крайней мере, я стараюсь проверять информацию, если есть такая возможность. Я клянусь, что если в моих книгах есть какая-то ошибка или неточность, это не моё злонамеренное, так сказать, стремление наврать, а это именно ошибка, ну, я пал жертвой заблуждений или чужих обманов. Да, сам я стараюсь ничего никогда не выдумывать. Вот тут вы можете быть совершенно достоверны. А смысленно, осознанно я никогда не лгу. Игорь, вопрос как к историку. Чуть-чуть в сторону отойдём. Пофантазируем. Вот у нас условная там какая-то машина времени появилась. В какую историческую эпоху вы бы себя перенесли? Что бы лично хотелось там понаблюдать, посмотреть? Ну, конечно, всякая историческая эпоха чрезвычайно интересна. То есть, я, безусловно, хотел бы, если была такая возможность, по ступенечкам спуститься в самое глубокое прошлое, например, нашего замечательного города, побывать в том месте, в моменте, когда он только создавался, и какой-нибудь этап побывать выше, выше, дойдя до нашего времени. Ну, а эпоха, которая мне больше всего близка, которая вызывает у меня больше всего интереса, это начало 20 века. Это моё любимое время. Не средневековье. Нет, нет. Я повторяю ещё раз, я с удовольствием бы побывал в средневековье, посмотрел бы на него, но если бы была возможность выбирать, ну, например, пожить какое-то время, боже упаси, это средневековье, с его, так сказать, неустройством, с мрадом, антисанитарией, всё-таки, надо дать должное, антисанитарное состояние в средневековье было ужасным. Я говорю о том, как эпоха, которая вызывает у меня чувство сопричастности. Мне иногда самому кажется, что я в этой эпохе жил. Это начало 20 века. История Риги, начало 20 века, это, наверное, самое потрясающее время. Начнём с того, что это эпоха, которую называют эпоха золотого 50-летия, история Риги. Вот это выражение сегодня стараются лишний раз не употреблять, но оно когда-то звучало. Золотое 50-летие. Это момент, когда у нас срывают земляные валы и бастионы вокруг старого города. Это 60-е годы 19 века и до Первой мировой войны. Вот 50 лет – это этап, когда Рига взлетела просто на невероятный уровень своего развития. Начнём с того, что это было седьмой по величине численности населения город Российской империи. Седьмой. Москва, Петербург, Варшава, Одесса, Киев, Лодь. Я вот, если не ошибаюсь, да, седьмой город. И третий по значению экономический центр. То есть Москва, Петербург, Рига. Каково? Рига – третий по значению экономический центр Российской империи. Город наукоёмкого производства. Город взлёта культуры. Город взлёта строительства. Когда лучшие технические кадры со всей Европы за счастье считали приехать сюда, жить и работать в Риге. Потому что Джордж Армец, тот великолепный наш мэр, создал такие условия, когда Рига строила. Школы не закрывали, школы строили. Больницы не оптимизировали, больницы строили. И вот посмотрите на бульварное кольцо Риги. Вот этот район Чака, Бривибас, вот то, что у нас в центре, Бруненеку, Стабу. Это как раз вот эти все прекрасные дома стиля модерн возводились в эту эпоху. Мне даже не надо ничего доказывать. Просто посмотрите вот на здания, которыми мы так гордимся и любим, надувая щуки, показывать их туристам. Это всё строилось тогда, в начале 20 века. Никогда за всю свою историю Рига так и не превзошла вот именно этот уровень культурного, экономического подъёма. В советское время строили много, но по своему, согласитесь, качеству строительства, мягко говоря, это немножко не дотягивает. Совершенно верно. Напоминаем, что в субботу, 21 марта, в Полярисе, мы надеемся, что всё будет… Запланировано. Запланировано, да, что всё будет нормально. И пройдёт презентация новой книги Игоря Гусева «История Риги». Очень красивая книга, и вы можете задать ему свои вопросы по истории Риги и какие-то личные. А я хочу спросить немножко на другую тему. Вот у вас в вашей личной истории, поскольку у нас личное утро, были разные периоды. Был журнал «Клио» исторический, была программа на телевидении тоже, да, с таким же названием. И была школа. Да, да. И Игорь Гусев был учителем. И потом он вернулся туда, потом вы, Игорь, туда возвращались. И даже появились записки бывшего учителя недавно, такие заметки. Какой из этих периодов, ну, наиболее, ну, как бы сформулировать, важный вот для вас в личном плане? Ну, безусловно, для меня лучший, непревзойдённый период моей жизни – это период, когда с 1986 по 1994 год в течение 8 лет я преподавал в моей родной, любимой 17-й средней школе. Преподавал историю. Это был лучший период в моей жизни, прежде всего потому, что, во-первых, я был молод. Трава была зелёная. Трава была зелёная. Девушки были гораздо привлекательнее, чем сейчас. И вообще, конечно же, это была эпоха подъёма нашего общего. Это была эпоха, помните, перестройка, так сказать, новое мышление. Мы все ожидали от жизни чего-то необыкновенного, праздничного, яркого. Никто ж не думал, что у нас наступит такое замечательное нынешнее время. Все верили в светлое будущее, которое не может не наступить. И моя работа в школе тогда, это был прежде всего праздник, потому что каждый день я приходил на работу, и мы с детьми обсуждали практически на равных. Дети были начитаны, особенно старшеклассники. Они спорили, они пытались что-то в чём-то меня убеждать и переубеждать. Я говорил с ним очень часто на равных, потому что действительно, их знания были достаточно глубоки, и они искренне пытались отыскать истину. И вот эта моя работа в школе, она для меня невероятно многого дала и в плане личного общения, моего собственного развития и, конечно, понимания окружающего мира. И я считаю, что это был, наверное, самый яркий, самый замечательный период в моей жизни. Ну, пару лет назад получилось так, что я временно замещал захворавшего учителя в одной из прекрасных рижских школ. Действительно замечательная школа, мне понравился, дети хороши, но это был уже другой этап, другая жизнь, и дети другие. И я увидел взримую разницу, поменялись дети, поменялась школа, и жизнь поменялась. И я написал целую серию заметок, заметки бывшего учителя, которые вызвали неожиданный интерес. Я написал одни заметки, а продолжение пришлось писать, я написал 11 частей. И что самое это смешное, что оказалось, эти заметки, они очень близки людям не только в Латвии. Мне приходила масса писем с Украины, с России, с Белоруссии и меньше. У них не так активно реформы образования проводятся, поэтому у них меньше проблем. А вот постоянно, вот как вы хорошо написали, вот это же наша жизнь, вот это вот, смотрю так, Саратов, город Саратов, там, пятая, средняя школа, там, ну, нормально, все нормально. Проблемы общие. Проблемы общие, да, и общие проблемы, которые действительно равнодушных людей не касаются, но неравнодушных заставляют искать выход. И, конечно, я попытался дать какие-то советы, какие-то рекомендации, но, повторяю, к сожалению, и один человек может отвезти Аслана водопой, но даже 10 человек не могут заставить этого Аслана питься. Поэтому все мои рекомендации, это не более, чем рекомендации, а уже как воспользуются ли люди этими советами, моими личными наблюдениями, это уже, извините, не от меня зависит. Ну, вот у вас дочь старшеклассница. Есть с ней взаимопонимание, как она к этим проблемам относится? Ну, как сказать, современный ребенок, есть современный ребенок, там уже подросток, вы знаете, подростки, это тот еще народец, у них свое мнение окружающий мир, они все знают лучше нас. Они другие. Лучше нас стариков знают, лучше, так сказать, ведают и прочее. В компьютерах однозначно у нас семейный эксперт, если что-то там у меня глючит, я, естественно, зову специалиста технического, который с легкостью необычайной все налаживает и делает, как положено. Естественно, что мне трудно воздействовать на современную, достаточно взрослую девицу, ну, Бог даст, перемелется, мука будет, подросток есть подросток. Все как-то развивается. Ну, естественно, естественно. Никуда от этого не деться, как, наверное, должно быть. Наша программа подошла к концу, с нами был сегодня Игорь Гусев, историк, автор множества книг, очень интересных, вы можете их увидеть, найти, прочесть. Читать, взять в руки. И вот новая книга «История Риги», которую мы просто рекомендуем вам почитать и прийти на презентацию 21 марта в магазине «Полярис», в книжном кафе «Полярис», в Домине, в торговом центре Домина. Спасибо, Игорь, вам за беседу. Мы очень много не успели, к сожалению, но это повод, наверное, продолжить. Всегда пожалуйста. Спасибо и хорошего вам дня. Всех благ. До свидания.